Одной из ключевых автодорог Японии в этом году исполняется 50 лет. Скоростная автомагистраль проходит между столицей Токио и префектурой Айчи. И именно этот скоростной автобан, который называется Томэй, способствовал росту и развитию страны восходящего солнца. Экономический эффект от скоростной автомагистрали оценивается примерно в 560 миллиардов долларов. О японских хайвеях и их роли в жизни людей в материале Айгирим Урозалиевой. Миками Юйкира 40 лет и он бизнесмен. А это значит, что каждая минута имеет для него ценность. Приехать в клинику, для которой его компания поставляет медицинское оборудование. Затем успеть на другую встречу. И все это в разных городах. За день он может преодолеть несколько сотен километров. Расходы на проезд по платным дорогам составляют в среднем 500 долларов в месяц. И для тысяч таких же, как Миками японцев, сегодня это норма. Конечно, хотелось бы, чтобы было дешевле. Но мы понимаем, что из-за этого ухудшится качество дорог, не будет вовремя проводиться ремонт, упадет уровень сервиса. Поэтому уж лучше пусть все останется как есть. Ведь мы понимаем, что дороги нужно все время обслуживать и поддерживать их в отличном состоянии. Трудно представить, что 60 лет назад асфальтированной была всего четверть японских дорог. Экономическое возрождение требовало от властей срочного решения вопросов инфраструктуры. И с 1956 года началось строительство скоростных дорог. Сегодня их протяженность около 14 тысяч километров. И куда бы ни ехал водитель, в другой город или просто в соседний район Токио, у него всегда есть выбор – поехать по автобану или по бесплатной дороге. На платных дорогах нет светофоров, можно ехать быстро. Максимально допустимая скорость в городе – 60 километров в час и за городом – 120 километров в час. Нет пробок. А на бесплатных дорогах приходится постоянно останавливаться, ехать со скоростью 20-30, максимум 40 километров в час. Это очень медленно. 15 лет назад скоростные автомагистрали были приватизированы. Сейчас за их состояние и сервис отвечают три частные компании. Стоимость проезда хоть и высока, но в выходные и ночное время суток тарифы дешевле. Оплатить можно наличными и специальной картой, привязанной к кредитке. За 50 лет стоимость проезда по хайвеям никогда не снижалась, а наоборот только повышалась. Но то, как выглядит японская экономика сегодня, доказывает, что выигрыши остаются все – и государство, и население. Айгири Муразалиева, Хабар-24, Токио, Япония.